Намаскарам сад Гуруджи Я хочу у вас спросить. Я вижу, что вы работаете и делаете так много для всех. Я хочу знать, почему вы и другие люди, которых я знаю, и которые очень нужны в этом мире, почему у них так много противников? Почему эта группа людей так поступает? Вы и люди, подобные вам, тратят значительную часть твоей энергии на разъяснение и решение этих вопросов и недоразумений. И таким образом страдает ваше основное дело. Особенно это приносит страдания людям, которые не сомневаются в вас, для чего вы здесь и что они могут получить от вас. Почему существует такая огромная, очень могущественная категория людей, которая постоянно вам противостоит? Не обращайте внимания на шум, который они создают в Твиттере. То, что они производят столько шума в Твиттере, означает, что... это несерьезное щебетание. Потому что они не могут оставить свой след на земле. У них нет никакого веса. Они могут только постоянно сидеть в социальных сетях, особенно в Твиттере. здесь же чирикуют только птицы, потому что им нужно чирикать. Так что не стоит переоценивать этих людей. Но в то же время, можем ли мы их игнорировать? Нет. Вам нужно знать, что Гаутаму пытались отравить три раза. Последнее отравление убило его. Третий раз его убил. И вы знаете, что Иисус был распят. Мансур был забит камнями до смерти. Сократа отравили. Такова история человечества. Но, по крайней мере, они только пишут твиты против нас. Это значит, что они не настолько могущественны, как враги прошлого. Они во многом стали беззубыми. Они могут только писать всякий вздор про нас. И поскольку я не раздуваюсь от гордости, когда меня хвалят, то, когда на меня нападают, я не склоняю голову. Для меня это ничего не меняет. Но в то же время я думаю, что наша организация стала более внимательной и гибкой благодаря этим людям. в противном случае многие из них просто бы спали на ходу. А сейчас все очень бдительны. Посмотрите, как вирус сделало всех очень бдительными и осознанными во всем, что люди делают. Здесь то же самое. Это тоже своего рода вирус. Они хотят вирус на рекламы. Поскольку они не делают ничего существенного в своей жизни, их единственная радость на несколько минут в день стать известными, сказав что-нибудь шокирующее или непристойное, или какую-то откровенную ложь, которая шокирует людей и поэтому приобретает известность. Неважно что. Я лишь хочу сказать, что меня волнует только одно. Сейчас, впервые за всю историю человечества, у нас появились инструменты, при помощи которых мы можем обратиться ко всем людям земного шара. Только представьте, когда пришел Будда Гаудама, или даже Адь-йоги. Ко скольким людям они имели возможность обратиться? Они ходили от деревни к деревне, чтобы обратиться к пяти или десяти людям. Вот и все. Я хочу рассказать вам. Когда я был в Ашраме Махатмы Ганди, и поскольку меня всегда интриговало соляное сатьяграха, это блестящая идея. Всего лишь соль. Соляной поход Ганди изменил национальное движение, что в дальнейшем привело к различным событиям, сейчас ставшим историей. И вот я спросил в этом Ашраме, сколько людей шло с ним. Несмотря на то, что я родился и рос в Индии, я довольно хорошо знаю историю. Я думал, что с ним шли тысячи людей. Когда я спросил их, мне ответили, с ним было 72 человека. Можете поверить в это? 72 человека. С 72 людьми он поменял направление борьбы за освобождение Индии. Только 72 человека. У нас миллионы человек. Мы можем поменять направление жизни всего человечества. В истории было много великих людей, но они были сильно ограничены, поскольку не обладали технологической возможностью для обращения к миру. Им нужно было физически ходить от места к месту. Сегодня это великие люди в сознании населения. Это произошло за сотни или тысячи лет. Но в их времена большинство людей, которые жили на этой планете, даже не подозревали, что такие личности существуют. Когда Адийоги шагал по этой планете, вы думаете, кто-нибудь знал о нем? Такая великая сущность. Когда Кришна воевал на севере в Утар-Прадеше, думаете, на юге Индии люди знали об этом? Во времена Гаутамы, думаете, кто-нибудь знал о нем? Намного позже, во время жизни Иисуса, думаете, кто-нибудь знал о нем в Северной или Южной Америке, или в Австралии, там, где сейчас повсюду церкви? Едва набралось 12 человек, и то один из них его предал. В этом смысле мы не можем жаловаться. У нас все очень хорошо. Никогда раньше такого не было. Да? Никогда раньше не было настолько хорошо. Что же мы жалуемся на несколько человек? Они безработные, так что они занимают себя оскорблениями. Ничего. но они не просто оскорбляют, они стараются ударить в самое уязвимое место. Они целят не в меня. Мне они не могут навредить. Они вредят нашей работе. Но это ничего. Я думаю, что если продолжать двигаться вперед, то подобное отпадет. Нам просто нужно продолжать двигаться. Если мы будем оставаться верными нашему обязательству создавать благополучие для людей, все это не только прекратится. завтра эти люди будут сидеть здесь. В Тамилнаде в конце 90-х годов определенные издания начали кампанию против нас. Наши проблемы начались из-за того, что мы попытались остановить некоторые вещи, которые происходили в лесу. Нас постоянно обвиняют в разрушении лесов, потому что те, кто занимался браконьерством, вырубкой сандаловых деревьев, мы попытались остановить их. И поэтому они начали выдвигать обвинения против нас и стали говорить, что мы врубаем лес. И это прижилось. Возможно, до сих пор небольшой процент населения верит в то, что мы могли это сделать. Они продолжают что-то писать тут и там. Говорят, он врубил лес, а теперь сажает деревья. Они делали, что хотели. И мы их остановили. И поэтому, когда мы пришли и обосновались здесь, то стали для них головной болью. Мы были большой проблемой, потому что это была единственная дорога, по которой они могли пробраться в джунгли и делать там, что захотят. Так что они не могут есть дичь, не могут есть буйволятину, не могут охотиться, не могут убивать диких животных. им всего этого не хватает. И, конечно, сандаловое дерево, черные лесорубы и те, кто выращивали там марихуану, все они были вынуждены оставить свои дела из-за всего этого. 25 лет спустя до сих пор муссируются слухи о том, что мы уничтожили тысячи акров леса. Пожалуйста, можете спросить официальных представителей лесного хозяйства в этом районе. Стал ли лес лучше или хуже после нашего прихода? Можете спросить любого. Можете спросить любого жителя деревни. Те, кто живут здесь уже давно, знают, что здесь стало безопаснее благодаря нам. Именно поэтому они продолжают говорить об этом. Они обвиняют нас во всем, в чем только можно обвинить человека. Сейчас они также пытаются комментировать мое высказывание и выступление. Говорят, какой я глупый. Это хорошо. Они взяли очень хороший ракурс. Я очень рад этому. Потому что некоторые из них пишут «Он дурак, он придурок». Для меня это хорошо. Для меня это очень хорошо. Не понимаете, почему? Есть определенные причины. Это хорошо. Эти обвинения в вырубке леса и убийстве слонов все это прекратилось, потому что это не работает. Все правительственные учреждения опубликовали официальные документы. Так что они знают, что не могут продолжать такие обвинения. Сейчас они прекратили это и начали говорить о том, какой я глупый. Это для меня хорошая реклама. Очень хорошая. Но в то же время мы не должны... Знаете, это как с вирусом. Вирус — это нормально. Но мы не хотим, чтобы он попал к нам в нос. Поэтому мы должны держаться на расстоянии. Об этом мы должны позаботиться. Это не проблема. Но мы должны об этом позаботиться. К сожалению, на это уходит определенное количество времени и энергии. Но что поделать? Это часть жизни в мире. великий мудрец Басова сказал... Это значит, вы строите дом в лесу, а потом боитесь диких зверей. Как так? Вы строите дом на базаре и боитесь шума толпы. Что с вами не так? Вы живете в городе и боитесь комментариев других людей. Как так? Это ожидаемо. По крайней мере, нам нужно ценить то, что все эти люди, которые рассказывают о том, какие мы глупые, внимательно нас слушают. Однажды это трансформирует их. Так что они слушают. Это хорошо. Они читают каждое мое высказывание и пытаются найти, что с ним не так. Они хотят прокомментировать каждое мое выступление. Я уверен, что однажды это трансформирует их, безо всяких сомнений. Вас же это трансформировало? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!